Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. По будням на Радио Болтком. Слушайте программу Киевское время. Итак, в эфире программа Киевское время. Действительно, с Киевом у нас одно, одинчасовой пояс. И мы связываемся Олег Пекай и Александр Шунин в студии. И к нам присоединяется Светлана Рудюк, директор Добранич Филм, сценарист, режиссер, член Национального союза кинематографистов Украины, Украинской киноакадемии. Здравствуйте, доброе утро, Светлана. Доброе утро. Рада сегодня быть у вас в эфире. Насколько мы знаем, вы сейчас находитесь на съемках в больнице. Может быть, вы расскажете несколько слов о том, что сейчас происходит, какая обстановка и чем вы сейчас заняты? Ну, у нас уже больше двух недель идет война в Украине, и об этом, конечно, уже знает весь мир. И много кто выехал, но есть люди, которые остались и продолжают защищать свою страну, продолжают пытаться быть полезными в этой ситуации. И мы, как кинематографисты, решили, что мы можем помочь тем, что будем фиксировать то, что мы видим. И сейчас мы снимаем документальный фильм в больнице Ахмадет и смотрим, что сейчас, как переживают врачи этот период. Потому что их жизнь очень сильно после этого изменилась. Все врачи клиники сейчас здесь живут и работают 24 на 7. И за их такой героической работой мы и наблюдаем. Что дальше будут эти фильмы, которые сейчас снимаются, эти материалы, они будут использованы в каких-то репортажах телевизионных, из них будут создаваться документальные фильмы. Это делается для истории или для сегодняшнего дня? Да, есть какой-то план или это простая фиксация? Есть план сделать документальный фильм для канала Channel 4. Они уже снимали несколько подобных историй. И они к нам обратились, чтобы мы помогли зафиксировать происходящее сейчас в Украине. То есть есть договоренность о том, что этот материал пойдет на Channel 4. Для того, чтобы люди не только в Украине, а и во всем мире смогли узнать, что у нас происходит. Не из простого сюжета, а из более драматичной истории, через историю персонажа. Ну тогда, может быть, я понимаю, вопрос слегка циничный, где-то, возможно, глупый, дурацкий. Но что происходит? Ну вот конкретно в больнице что происходит? Ну вот конкретно мы снимаем сейчас героя, который пережил очень серьезное потрясение на войне. Это мальчик Вова. Они ехали с мамой и с папой на вокзал, и их автомобиль расстреляли оккупанты. Папа умер на месте, отвыстрел в голову. Мама получила ранение в плечо, а у мальчика очень серьезные травмы. Травма челюсти и несколько пуль до сих пор у него в пояснице. Их не могут вытянуть для того, чтобы не повредить ничего, пока заживут. Но он будет ходить хотя бы? Он будет ходить, да, но уже вот сколько, ну две недели он находится в этом госпитале. И мы как раз и его историю хотим рассказать. Историю того, как одна семья, пытаясь спасти от войны, потеряли отца и потеряли, ну как бы, возможность жить спокойно. И переживаются эти ужасы войны маленький мальчик, которому больше всех, получается, достается. Эта семья пыталась уехать от войны или... То есть получается, что машину беженцев просто без всякой причины расстреляли? Да, была расстреляна, да. И о каком регионе идет речь? По-моему, упустили, где вы находитесь. Это была Киевская область. А сейчас вы находитесь в Киеве или... Да, мы сейчас находимся в Киеве, в больнице Ахмадит. Это детская клиника, детская больница. Если говорить, вот действительно, вы сказали, что кто-то уехал, кто-то, ну вот остался, вот из среди кинематографистов. Больше людей, ну, покинули Украину или остались для того, чтобы работать? И как вот, ну, ваши коллеги, скажем, работают над чем? Ну, я вот знаю, что мои коллеги снимают сейчас сами себя, то есть фиксируют происходящее с ними. Они начинали с того, что фиксировали то, как они прибывают в бомбоубежищах, как они там пытаются выжить, как они слышат взрывы, как это на них отражается. Конечно, часть кинематографистов выехала, очень сильно сейчас помогает Польша украинским кинематографистам, принимает их. Поэтому частично некоторые мои знакомые кинематографисты поехали туда, чтобы спасти свою жизнь. И оттуда уже продолжают вести свою информационную деятельность, рассказывать там о том, что у нас происходит. Как раз, да, у нас с Олегом неделю назад ваша коллега, тоже документалист, была в эфире. И как раз она сейчас скрывается в Польше, а ее съемочная группа осталась где-то под Донецком и тоже пытаются снимать. Светлана, скажите, пожалуйста, а что стало с вашими предыдущими проектами? Вот этот замечательный цикл программ «Красные рюкзаки», например. «Красные рюкзаки» мы должны были продолжать снимать в Карпатах в этом году. Но пока что все съемки приостановлены, потому что там у нас главный герой мальчик и собака. И подвергать риску мы не можем их ехать в Карпаты. Конечно, сейчас в Карпатах более-менее спокойно, но мы не знаем, в какой момент, какое решение примет российская власть, куда они будут стрелять или куда сбрасывать бомбы. Потому что они, как мы уже заметили, могут это делать как угодно. Буквально недавно они и на Ивана Франковск сбрасывали бомбы, хотя все думали, что на Западной Украине нет никаких опасностей. Поэтому мы не можем пока что рисковать. И мы ждем победы для того, чтобы продолжить съемки нашего цикла передач. И очень верим, что это будет скоро. Если говорить вообще, в каком состоянии сейчас украинский кинематограф, понятно, что, ну, вот, что сейчас происходит? Остановлены съемки, какая-то вот база киностудий работает или нет? Мобилизованы ли люди? Съемки практически у всех сейчас, которые были приостановлены, которые были именно из съемки художественных фильмов, игровых. Если говорить о съемках документальных фильмов, то они продолжаются. Просто теперь реальность, которая фиксировалась, стала совсем другой. И документалисты ее пытаются зафиксировать. Поддержка, которая была у кинематографистов, это Украинский культурный фонд и Государственное агентство по вопросам кино. То Украинский культурный фонд буквально на днях сообщил о том, что все свое финансирование грантовое они передают на вооруженные силы Украины. Соответственно, в этом году финансирование мы не получим на свои проекты, которые поддавались всеми кинематографистами и представителями культурной отрасли в этом году. Что скажет Государственное агентство по вопросам кино, мы пока не знаем. И ждем от них решения. Надеемся, что все-таки они сохранят бюджет для того, чтобы эта отрасль продолжала развиваться. Вот недавно как раз даже вспоминали фразу Черчилля о том, что когда ему предложили убрать финансирование на культуру во время войны, он сказал тогда, за что мы воюем. Поэтому очень хочется, чтобы культура в эти темные времена все-таки была и чтобы мы продолжали работать. Потому что это очень важно – сохранить культуру. Я напомню с нами на связи, на прямой связи из Киева Светлана Рудюк, режиссер и продюсер, член Национального союза кинематографистов Украины и Украинской киноакадемии. Светлана, за что мы воюем, прозвучала вот эта фраза, часть цитата из Черчилля. У нас в Латвии много говорится и пишется о том, какой общенациональный подъем на Украине сейчас испытывается в отношении войны и агрессора. Но вы, со своей стороны, действительно опишите эти чувства, эти настроения среди людей в этом, в народе? Конечно, мы все пребывали в войне 8 лет. Большинство людей, кто был дальше от восточной части Украины, не слишком близко к сердцу, это, возможно, воспринимал. Это было где-то далеко. Но когда одномоментно начали скидывать бомбы на разные регионы Украины, то очень большая часть украинцев оказались в ужасе войны. Очень многие люди растеряны, многие не понимают, почему это происходит, как долго это будет. Люди не понимают, как теперь вести им бизнес, как теперь им дальше быть. Первая волна беженцев, она была очень сильной, но люди начинают понемногу возвращаться, потому что невозможно быть так долго в другом месте, потому что только вначале тебе рады, а потом ты все равно в гостях и нужно вернуться домой. По настроениям все настроены очень решительно. Даже мы вчера общались об этом с врачами, все ждут победы, никто не собирается сдаваться. Да, есть усталость. Конечно, это эмоционально очень непросто понимать, что твоих родных могут в любой момент убить, что в любой момент может упасть бомба в любое место. Ты не можешь ничего сделать, ничего не можешь предугадать. И куча людей, миллионы людей, зависит от решения, по сути, одного человека. Это очень драматично воспринимается, конечно, всеми, но никто не сдается, все верят в победу, все как никогда едины, даже маленькие дети стараются чем-то быть полезными. Это очень вдохновляет, когда ты понимаешь, что у нас такая единая сила, которая готова противостоять, защищать свою родную землю, и сохранить то, что есть, и остаться независимыми. И вот уже очень длительное время мы даем очень серьезный отпор, и многие СМИ всего мира восхищаются тем, насколько героически украинцы отстаивают свою позицию, свою землю, свою свободу. Это вдохновляет всех. Да, очень важно, наверное, опираться на моральные авторитеты. И вот мне кажется, что известные люди, актеры, в принципе, известные многим люди, такими, каковыми являются. Что сейчас какие-то, может быть, украинские актеры известные, они выступают ли, не знаю, в агитбригадах, по телевидению, по социальным сетям, чтобы как-то вдохновить людей. Да, и я вижу, что многие актеры записывают видео, постоянно пишут о своем отношении к тому, что происходит. Недавно в Арпине умер один из актеров украинских, перестрелки Паша Микси, очень сильно были простирены из-за этой новости, потому что он был очень светлый, очень талантливый человек, очень приятный в работе, очень перспективный. И любили с ним работать и журналисты, и продюсеры. И он сделал свой выбор, он пошел защищать страну, пошел в арпину, и в Арпине он получил ранения, которые были несовместимы с жизнью. Он получил их, сняв бронежилет и закрыв ребенка. То есть этот героический поступок, я думаю, забыть невозможно, и невозможно простить все эти ситуации, в которые творческие люди должны брать автомат или снимать бронежилет, или одевать вообще бронежилет. Это действительно страшно. Происходит кошмар. Светлана, говоря вот о происходящем, о той решимости сопротивляться, которая проявляется ежедневно, ежечасно, можно ли сказать, что, в принципе, именно сейчас по-настоящему создается украинская нация и государственность? Ну, начало этому было положено очень давно, еще в 10-м столетии. Но сейчас есть такое, как перерождение нации. Все мы, возможно, в какой-то момент забыли о том, что значит быть украинцем, в какой-то момент забыли, что значит быть едиными, как это защищать свою землю, как это, кто мы, откуда мы. Потому что очень большая пропаганда советская, она же велась не только на территории России, она велась и на территории Украины. И все мы были долгий промежуток времени под советской властью, под этим гнетом, под репрессиями. И все советское пыталось стереть все украинское. Поэтому только сейчас, когда прошло уже так много времени, и стали доходить и материалы, и факты, и люди стали интересоваться своей историей, и смогли ее интересоваться. Люди стали просыпаться. А когда произошла эта война, люди окончательно поняли, кто мы есть, и почему какие-то события в истории происходили. Да, сейчас мы становимся сильнее и более едиными. И можно говорить о том, что это такое перерождение. Мы просыпаемся и снова понимаем, кто мы есть, что мы имеем сильные корни, и что нас невозможно победить. Было ли запланировано до войны, или появляются какие-то мысли, идеи сейчас? Ну, потому что, ну, все-таки сознание творческого человека выключить невозможно. Ну, у вас раньше были фильмы о поэте-диссиденте Василии Стуси. А был фильм о скульпторе, который он называет украинским Микеланджело Николая Шматько. А какие-то такие яркие, уникальные личности в плане, если можно так выразиться, у вас есть? Вы имеете в виду, чтобы сейчас о ком-то начинать? Ну, не сейчас, конечно. Сейчас идёт война, когда она закончится наконец-то. Потом реализовать какие-то планы. Фильм о Шматько, о скульпторе. На данном этапе написан сценарию, на стадии был девелопмента. Написан сценарий, мы сняли презентационный стори-дизер, и мы только начинаем его готовить к съёмке этот фильм. Поэтому я очень надеюсь, что выйдет полностью эту историю экранизировать. Это будет художественный фильм о непростой жизни скульптора. И через его историю как раз можно увидеть многие этапы, которые проходила и сама Украина, потому что любой творец он отражает, ту действительность, в которой он оказывается. И поэтому очень интересно наблюдать за такими героями, которые есть и творческими, через которые как раз проходит время, и которые это фиксировать могут. Если говорить о Василе Стусе, этот фильм был очень важным, потому что мало кто знает о том, как формируется вообще человек в советском таком тоталитарном пространстве, и как можно сохранить себя в этих всех репрессиях, и ещё продолжать творить и сопротивляться. То есть мы сделали такой фильм, который показывал трансформацию героя, а не просто героя на пьедестале, который там сразу оказался. Поэтому он был очень в этом плане интересным, и человечным. То есть как бы из планов сейчас это продолжить продвижение фильмов, фильмов, которые у нас уже есть. Мы сейчас уже договариваемся о благотворительных показах в Европе, для того, чтобы разные украинские фильмы показать европейцам, американцам, канадийцам, всему миру, чтобы ещё больше узнали о том, как мы жили и до войны, и во время войны, и в восемь лет войны. Поэтому это очень важно – рассказывать, рассказывать и не молчать. Мы уверены, что в Латвии эти показы пройдут на ура. А ещё вот, может быть, несколько слов, Светлана, если можно, о украинском современном кино, потому что, честно говоря, мы вроде бы соседи, но мы довольно мало знаем, может быть, о культуре друг друга. Вот сколько примерно фильмов снималось, насколько, может быть, какие-то, самые яркие, вот вы как член киноакадемии могли бы вот просто назвать несколько названий фильмов, которые прогремели, во всяком случае, в Украине? В последние годы украинский кинематограф был на подъёме, очень много мы начали снимать фильмов, потому что появилось и финансирование, и появились новые имена. Весь фильм «Васяновича Атлантида», который был представлен и в Венеции, и получил несколько серьёзных наград в фестивале класса А. Это фильм был о Украине в 2025 году, о том, как она будет себя ощущать после победы над Россией. Мы очень надеемся, что этот фильм пророческий, но всё-таки, что в нём немножко неугаданы даты, что победа будет намного раньше и с меньшими всё-таки последствиями, чем показано в фильме. Также есть фильм «Поганя дорога» «Наталки Ворожбыть», очень тоже популярный фильм и в Украине, и он тоже был представлен на многих европейских фестивалях. Он был даже выдвинут на «Оскар» от Украины, но он не прошёл в короткий лист. Но, тем не менее, это очень сильная, интересная работа, которая изначально основывалась на спектакле, на пьесе, которая несколько лет была показана в разных театрах, как Украины, так и мира, и имела очень большой успех. Если брать не военные темы, то где-то с год назад весь мир, наверное, гремел фильмом «Толки Маятыхи» Лукича. Этот фильм даже приобрела площадка HBO Europe, то есть это тоже такой хороший результат. То есть постепенно украинский кинематограф начал выходить за рамки Украины, и всё больше наших фильмов оказывается и на фестивалях класса А, и на международных платформах, и на вот-платформах. И это встеляет надежду, что и дальше этот процесс будет длиться, продолжаться, и что и дальше наши фильмы будут видеть, знать наши имена, знать наши истории. Вот эти, я понимаю, платформы, они открывают новые возможности, наверное, для того, чтобы познакомить с украинским кино людей всего мира. То есть это, ну, насколько они дают шанс, может быть, заявить о себе? Вот платформы, интернет-площадки, конечно, это очень важно, потому что сейчас, когда начался карантин, когда COVID-19 охватил весь мир, то кинотеатры автоматически перестали функционировать, так как они функционировали раньше. Это был огромный урон для этой отрасли, и даже когда они заработали с помягшением, ну, когда немного... Да, с обмогу, да, ВВП. Да, когда карантинные все ограничения были немного сбавлены, тогда открылись кинотеатры, но, тем не менее, нельзя было находиться там стопроцентно людям, то есть через один день садились люди, соответственно, все равно, как бы это сказывалось и на финансовой стороне, и на поддержании жизни, деятельности кинотеатров. И, конечно, в эти моменты именно интернет-площадки и медиаплатформы стали очень крутым решением для того, чтобы кинематографисты могли дальше показывать то, что они сделали, и это очень хорошо, что наши фильмы начали брать на такие площадки. Это дало возможность сразу кинотеатрам сделать не одну территорию, а сразу охватить несколько стран. А если какие-то платформы, которые могли вещать на большие территории, естественно, это сразу территория расширяется, количество зрителей расширяется. И кинотеатр может быть у каждого дома. Это очень удобно и помогает рассказывать большему числу людей истории. Ну и будем надеяться, что сейчас, вот когда действительно Украина у всех на слуху, это будет привлечение внимания и наверняка интерес будет к украинскому кино еще более востребован. Да, очень мы на это надеемся. Конечно, причина, по которой интерес к нам растет, не самая приятная, но мы надеемся, что мы достойно пройдем через этот исторический этап и что мы в любом случае мы уже победили, как мы считаем, потому что мы противостоим такому агрессору, как Россия, и мы это делаем, я считаю, очень отважно. И мы будем и дальше продолжать бороться. И мы верим в то, что победа будет очень скоро и что все у нас получится потом и восстановить и улицы, и дома и продолжить всем отраслям работать. Светлана Рудюк, украинский режиссер, сценарист, член Союза кинемографистов Украины, была с нами на прямой связи из Киева. Светлана, огромное спасибо. Желаем вам успехов, действительно, чтобы скорее закончили мир. И восстановить все, что было, к сожалению, разрушено. Спасибо вам еще раз. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. До свидания.